Узоры немного родные каждому жителю края. К столетию образования Ивановской области открылась выставка «Текстильная губерния». Образцы текстильного дизайна представлены в самых разных вариантах – кроки, ткани, модели одежды. Многие рисунки легли в основу производственного тиража тканей. Это не просто проект, что мы считаем, что художники текстильного рисунка и вообще вот эти наши фабрики, и наша текстильная промышленность в губернии, фактически это колыбель для нашего Союза художников России. Мы все вышли оттуда. Все началось как раз с школы рисования Штиглица, потом там были колористические различные школы, а потом химико-технологический техникум, художественное училище, текстильная академия. Это все то, к чему пришли. А инициировали это все наши фабриканты Ивановской губернии. Художник Эдуард Донцов дополнил выставку кроками из своей коллекции. Массовые мануфактуры в России начали появляться в 40-х годах позапрошлого века. Рисунки фабриканты покупали в торговых домах Франции, Италии, Голландии, Германии. Вот рукотворные образцы того времени – тонкий европейский шик. И только с 1880-х, 90-х годов купцы стали задумываться о создании своих рисований. Почему? Потому что крок стоил 48 рублей золотом. Это большие деньги были. И постепенно-постепенно стали создаваться, но художников не было. Приглашали мастеры, холлы, палеха. И таким образом, вот уже до 14-го года, даже до 16-го, до 17-го года, до революции, фактически были созданы ими рисования. Полуторавековую историю текстильного рисунка разместили в двух залах. И каждому, кто хотел сказать свое слово, это слово дали. Послушать, о чем говорят ткани, ивановцы могут в Доме художника. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.